Слушай, я, короче, долго думал и решил, почему бы нам с тобой не сделать волшебные хлебцы? Не, мне просто понимаешь, ко мне грибы со всей планеты слетаются, в конвертах, в письмах, как угодно. Выхожу, оп, конверт стоит в заборе. И при том, что самое интересное, это письма-то у нас не доставляют. То есть за письмом надо идти на почту в соседнее село. А прикол еще в том, что на конверте не указали мое имя. Но конверт пришел по адресу. Открываю. Грибы. Один, второй раз, третий. Я не знаю, просто что, понимаешь, я-то грибы не ем. Я вырос с них. Знаешь, с травы, с марихуаной, я вырос еще в одиннадцатом классе. А с грибов совсем недавно. Просто не нужно. Смотри, короче. А? Не знаю, есть такие, есть еще такие измельченные. Или, слушай, или может микродозы... О, выстрелит. Может это микродознуться? У меня бабмаш все говорит, Леша, тебе надо микродозы, микродозы. А я не знаю. Я считаю, что лучше спорта... Прикинь, сейчас бах и крыша слетела. Я считаю, лучше спорта ничего нет. Каждый день 10 километров отжимания, присудания... Обливания... Проспания в 5 часа утра. В 5-10. В 5-10. Знаешь, что такая есть партия у нас? В 5-10. А, кстати, сегодня... Ну, я, короче, прикалываюсь. Вообще, я просыпаюсь без будильника, но будильник так... Нет. Что-то у меня вообще грибы не заходят. Даже в микродозах. Ага. Ну, что, мы сейчас сделаем хлиптики? Офигительные хлиптики. Ты только за мной не повторяй. Поэтому, у меня есть друг. Он хочет попробовать. Я ему подарочек такой сделаю. За что я говорю? Я все потерял. Я потерял мысль. Неужели ставить на паузу и пересматривать? Не, не буду. Хлебцы, хлебцы. Так, слушай. Я, короче, прикола не могу понять. Не, вернее, могу понять. Смотри. Мне, короче... А, я вспоминал. Я за то, что чувствую себя нормально. Весело и позитивно. Что можно, короче, грибы нам... Не, вообще рекомендуют, что, говорят, постепенно там 0,2 грамма. Через 4 дня употреблять. И, типа, выравнивает какой-то там. Ну, мы-то экстремалы. Зачем нам легкий путь, если можно выбрать сложный, правильно? Я же телефон получил. Прикинь, телефон-то, оказывается, пришел еще. Он пришел еще 2-го числа. А я, дурак, смс-ку жду. Нет, чтоб трек зайти в МИТ. Посмотреть. Пришел, короче, забрал приложение, пона устанавливал. Установил сейчас, короче, себе этот... Найк, от Найка, короче, там, фитнес, фитнес. Тебя так вспотел. Я, ну, как бы, во время пробежек, конечно, да, ты потеешь там. Ну, я не знаю, как-то я на турниках так не сильно потею. А тут я так, так вспотелся. Тебя так вот все течет. Ну, короче, знаешь, как во время секса. Вот я обычно только во время секса, когда полностью все так вот мокрое, руки, голова. Нет, так-то я, видишь, особо спортом не занимался, кроме ебли. Это... Короче, ладно. Смотри, братан. Если захочешь сделать революцию, у меня есть, я так понял, безлимитный доступ, короче, ко всем гроверам планеты. С любой точки планеты, куда хочешь, что хочешь, доставят. Проблем нет. Вот. Ну, мне революция нахуй не нужна. Я вообще сегодня проснулся, а Бог мне говорит, Леха, я тебе, короче, опять даю карт-бланш. Делай, что хочешь. Ты можешь все. А я ему такой, знаешь, говорю, да пошел ты нахуй со своим карт-бланшем, знаешь. Все вот эти, блядь, деятели, потом, это, на костре, на кресте, расстрелянные, в дурке, в тюрьме. Нахуй мне все это всралось. Думаю, короче, иди ты со своим карт-бланшем. А вообще, это, что я думаю. Вот прикольно было бы, если бы мне вместо вот этих конвертов с грибами по почте, прислали бы этот визу инфинити и пин-код с безлимитным количеством денег. Это было веселее, правильно? Правильно. Вот. Ну, и так хорошо, понимаешь, с чего-то надо начинать. Пришлют рано или поздно. А пока пускай, пока пускай грибы присылают. Я шучу, больше мне грибы присылать не надо. Так, вот в чем я еще. Короче, что я думаю. Мне, я, наверное, еще пару видосов подпишу и удалю, короче, свой канал. Я думаю, это, начать вести обычную жизнь, строиться на работе каким-нибудь менеджером среднего звена. Найду себе какую-нибудь лохушку, которая будет мне борщи готовить и котлеты жарить. Это, немножечко водочки, чтоб немного, этот, сияние в глазах стухло, чтоб меня люди не вычисляли. Вот, что я не в теме и буду себе спокойно жить. Я понял, я все понял. Я, этот, я, я, я сливаюсь. И, короче, я светиться тут особо нигде не хочу. Все нормально. Вот, но, хлеб, скинь, мы сейчас с тобой сделаем. Значит так, нам понадобится немножечко горечки и немножечко льна. Не знаю сколько. Слушай, нифига себе, торкнул. Да не, я шучу. Это, это, так, блендер, хорошее настроение. Я себе носки купил, я тебе не рассказывал. Смотри, как я себе носки купил. Короче, и теперь, я себе носки купил, еще и повязку купил на гуру. Тоже, тоже все то же самое. Визбионик. Но я, я бы все так бы не покупал. Я просто, когда бегаю, у меня наушники иногда суши выпадают. Это, тут я в шапке бегал, но уже как-то в шапке жарковато, поэтому думаю, возьму повязку. Надо готовиться к этому. Айронмен. Знаешь, что-то соревнования, триатлон там или как. Да не, шутка, какой нахер? Айронмен, нафиг он. Не, марафон я, конечно, пробежать бы смог. Но там же еще надо проплыть, проехать на велосипеде. Да и вообще, зачем? Зачем это все надо? Смысла в жизни нету. Делай, что хочешь. Бог умер, вы свободны. Так, ладно, значит, что мы делаем? Значит, мы берем. У нас 8 грамм грибов. Значит, надо с этих 8 грамм сделать как можно меньше хлебциков. Ну, чтобы много хлебцев не есть, а то потом, мало ли, еще придется на входе хлебцами блевать. Ну, мало ли, правильно? Вот, поэтому, чем меньше хлебцев, тем лучше. Ну, думаю так. Короче, ладно, я все равно не знаю. Вначале сделаем, посмотрим. Сейчас я чуть-чуть на паузу, останавливаюсь. И мы с тобой продолжим. Окей? Давай. Так, смотри, короче. Кладем мы на дно блендера 2,5, ну, короче, 2,5-3 ложечки льна замоченного, гречечки. Высыпаем 8 грамм грибов. Сколько было, столько высыпал. Добавляем. Ну, почему бы не добавить? Добавляем в специи. Они придадут замечательный сырный вкус нашим грибам. Это перец каенский, немножечко соли, сейчас добавим чуточку воды, превратим это в нежную однородную массу, выложим на пергаментную бумагу, обащенную, и высушиваем при температуре 40 градусов. Понимаешь, сыроедение. Вот что самое главное. Единственное, что я не знаю, что делать, придется, наверное, еще кому-то отправить. Потому что, я предполагаю, что братан, если их хавать начнет, он забудет, что они с псилоцилом, и просто их вточит. А 8 грамм для первого раза, мне кажется, это будет многовато. Вот. Так. Так, так, так. Ладно. Сейчас мы сделаем. Водички добавим и продолжим. Ку-ку, мой мальчик. Ты меня видишь? Короче, смотри. Что нам еще понадобится. Вернее, что у нас получилось. И что нам понадобится. Получилось у нас вот такая вот, ты видишь, кашится. Видишь, какая красивая. Понял, как она должна, как выглядит все это дело должна. Вот так вот. Потом нам понадобится. Потом какого-нибудь дегидратора. Мышцыроеды. Здоровье превыше всего. Правильно? Правильно. В каком случае термоподит. Пищу есть. А то сознание падает. Все дела. Вот. И выкладываем. Выкладываем. Размазываем тонким слоем. Очень красиво, чтобы все получилось. Так. Понял? Наверное, вкусно. Не, я точно ему все отправлять не буду. Да то он может, как начнет хавать и забудет, что они с приколом. А чё? Прикинь, на туре таким шизанутым быть на всю голову. Взял каким-то образом бренд. Нашел людей, организовал компанию по производству хлебцов, допустим. Взял в один прекрасный день, пошутил. Шутка. Джок. Такая вот с людьми произошла. Да нет. Это не шутки, на самом деле. Так шутить. Ну, Тимоти Лири смеялся бы, наверное. Да? Все. Смотри, как красивенько. Размазываем. Там-там-тарарам. Ммм, какой аромат. Ну, короче, с кем-тапой. Размазываем. Ставим в сушку. Часто через 12. Нарезаем на красивые ломтики. Досушиваем. И я тут этот английский язык учу. И там, в каком-то уроке, вот как раз совсем недавно. Have a good trip. Типа, приятного путешествия. Have a good trip. Так вот я ему тоже скажу. Have a good trip. Желательно без bad trip. Короче, ладно. До завтра. До утра. Покажу, что получится. Бой нас здесь, моя милая. Короче, вспомнил я. Вернее, не вспомнил. Я просто пересмотрел видео и понял, на чем я запоролся. Про просыпание. Кстати, знаешь, я сегодня проснулся, блин, в пол седьмого. Будильник забыл завести. Ну, ничего, иногда можно, наверное. Наверное, потому что я вчера себя конкретно физухой вымотал. Я так давно не уставал. А что за вис? Это. Не, короче, я вообще просыпаюсь, но обычно где-то, ну, короче, в пять с хвостиком. И, короче, просыпаюсь всегда почему-то на пять минут раньше будильника. То есть ставлю будильник, там, на пять двадцать просыпаюсь в пять пятнадцать. Вот. В том пять минут где-то лежу и жду, когда что-то падло зазвенит. Ну, и так все время. А вчера я почему-то решил поставить, ну, то я на пять десять ставил, просыпался где-то в пять ноль пять. А тут я, короче, поставил на пять ноль пять и проснулся ровно в пять ноль пять. Вот именно в тот самый... Ну, не, короче, я проснулся именно в тот самый момент, когда будильник зазвенил. Это вообще такое прикольное ощущение. Я не знаю, психоделия какая-то. А вот. Что я тебе хотел сказать? Короче, прошло одиннадцать часов у нас, в нашей магической кухне. Вот. Смотрите, что у нас вышло. Оп. Смотрим. Смотри. Благодаря тому, что бумажка-то у нас вощеная, отстает вот так вот. Слушай, знаешь, оно само отпадает. Поэтому сейчас мы нарежем красивенько и досушим. Будет у нас подарок. Это... Слушай, а вообще ничего... А это же запрещено законом, да? Я понять не могу. А почему? Ну, смотри, есть же даже научные исследования о положительном влиянии псилоцибина на психическое здоровье человека, на то, что это оказывает продолжительный устойчивый эффект. Люди меняются. Я не знаю, конечно. Может быть, не на всех. Может быть, конечно, тут надо все это под наблюдением врачей. Может быть. Потому что у нас-то люди могут просто так закидаться и все, что хочешь, могут с собой натворить. Ну, в целом-то, это сколько положительных перемен в личности, творчество. Это многие люди пить бросают, курить бросают, жизнь меняют, смысл жизни какой-то... Ну, как сказать, находят. Находят смысл в том, что смысла нету. Ну, в этом тоже прикол. Не, ну я... Ну, вообще, как бы... Вот у меня, например, многие друзья после вот этой херни, знаешь, что говорят. А говорят, это нет высшей цели в жизни, кроме как служить другим. Понимаешь, к чему люди приходят? Ищут себя вот как другим помочь. И это запрещено. А алкоголь, от которого, знаешь, друг другу морды бьют, режут, пьянки эти, семейные разборки. Разрешен на каждом углу еще. И прикол еще в том, что те, которые употребляют алкоголь... Вообще, пипец, конечно, полный. Они еще считают, что грибы это плохо. Ну, правильно, им же сказали. Им сказали, они поверили. Ладно. Нехорошо и неплохо. Короче, мы сейчас... Сейчас мы все порежем гриборчики. Нет, 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 больше хлебчики. Ты тут... Слушай, давай, короче, с тобой этот... Будем видосы крутиться. Ты будешь ливить этим оператором, постановщиком. Я буду дурака валять. У меня это хорошо получается. Больше... Как знаешь, я читал книгу, называется... Книга, короче, которой нет. То есть здесь... Мне надо ниже... Короче, книга, которой нет. Ну, и там рассказывают, как, например, в жизни, типа, успеха достичь. Ну, и вообще, что такое успех? Ну, понятно, что успех это, короче, слой как бы уникальный. Я не знаю, вы не хотите здесь. Уникальный, индивидуальный путь. Вот. И, короче, вот, понимаешь, вот у каждого... Или я уже об этом говорил. Ну, говорю когда-то об этом. Просто что-то вспомнил. Что вот, по сути, это... Например, может быть, у тебя реально получается какую-нибудь вообще херню полную делать. Там, я не знаю, какую-нибудь дичь полнейшую на камеру писать. Ничего умного вообще, абсолютно ничего умного, ничего интересного. И может быть, ничего полезного. Но у тебя это получается. И тебе это, может быть, даже нравится. И понимаешь, вот, и ты к этому серьезно не относишься, а на самом деле это может тебе привести к какому-то очень серьезному, грандиозному успеху. Может быть, конечно, и нет, я не знаю. Вот. Поэтому, вот я не знаю. Мне, например, лично мне вообще ни хера не нравится. Мне нравится только хлебчики резать. Тут мне, я что-то кайфует от этого. Знаешь, заметь. Вот все примитивно. Все до такой степени просто. Смешал, короче, компоненты. Это... Не, ну не просто делать. Мне нравится людям отправлять. Понимаешь, я как бы идет этот обмен, как будто это энергиями. Понимаешь? Конечно, если я просто буду делать и хавать, то это не прикольно. Вот. Мне, например, хлебчики нравятся делать. Я не знаю. Кайфую от этого и все. Я получаю просто удовольствие. Особенно бывает. А бывает, когда наложу, у меня такой целый стол. Я себе такой маленькой, маленькой этой фабрикой по производству чего-то хорошего считаю. Знаешь, так радует. Короче, ладно. Смотри, режем. А как ты думаешь, он вообще штрим как-то будет? Или может эффекты склониться? Слушай, а как мы порежем? Значит, смотри, что мы имеем? Мы сделаем ровненькие. А грызочки... А, слушай, ой, смотри. Я так думал. Мы делаем четко. Короче, мы... Мы рассчитываем, допустим, так. Здесь у нас 8 грамм. Значит, по 3 грамма. Одному 3 грамма, другому 3 грамма. И 2 грамма я ставлю себе на микродозы. Маленькие губики порежу, буду в течение... полгода их есть. Да? Так. Главное порезать правильно. Красиво. Чтобы все было веселье. Столок на ладку. Вот тебе на микродозы дешево. Ну, мы это, слушай, уж перед весим, правильно? Короче, что-то я вообще потерял себя подрезать. Перед камерой волнуюсь, понимаешь. Так-то у меня обычно все это само получается. А тут негде еще. Да я что-то не той стороной, чтобы положить. И что, с той стороны нашей. Да, блин. Ладно, давай поедем так. Короче, я думаю, что вот так вот. Смотри, какие красивые хлебчики. Вот пять таких хлебчиков и, как там в фильме «Матрица», скажи, говорит Канзасу, прости, прощай. Короче, я все-таки думаю, что рано или поздно хлебцы все... Ну, в принципе, да, хлебцы с псилоцилином будут легально производиться на наших с тобой фабриках. А что, ну, его же должны все равно рано или поздно легализовать, правильно? Или как ты думаешь? Или думаешь нет? Я думаю, да. Мы же все-таки идем к цивилизованному обществу. А алкаши все равно выгодят рано или поздно. Что-то тут с одни психонавки наполнительным сыроедным. Все. О, какие красивые. Смотри. Сейчас мы отправляем еще часиков на шесть в служку. Будет просто... А обидно будет, если они, короче, в штыриваться не будут. Может же такое быть. Может. Все может быть. Ну, вот и узнали. Вполне возможно, мой друг запишет этот трипрепорт. Ну, меня вообще больше интересует трипрепорт не о воздействии на психику, а о воздействии на вкусовые рецепты. Мне, если честно сказать, вот это больше интересно. Все. Это... Дядь Леша прощается с тобой. Это... Понимаешь? Нет, я мог бы, конечно, показать, какие они будут вкусные, когда высохнут, и как они будут хрустеть. Но не хочу, не хочу. Мне врачи запретили, понимаешь? Есть такое. Сказали, хочешь шизу ловить? Ешь. Не хочешь? Ешь. Я подумал и решил. Не хочу. У меня и так все хорошо. Это знаешь, я одного друга встретил, он говорит, Лех, как дела? Я говорю, ну, так сказать, не очень. А что ли? Ну, понимаешь же, я говорю, себя ощущала, говорю, как Бог. Уже казалось, что лучше быть просто не может. Нет. Не, оно всегда, конечно, может. Ну, просто бывает, когда ты на пределе находишься, что кажется, что просто лучше еще не было. Кажется, что лучше быть не может. А потом, говорю, я съел грибы. Это попал, ну, как бы я перестарался немного, попал, говорю, в больничку. А вышел уже оттуда полностью с этими. Ну, короче, агенты Матрицы обратно к Матрице полностью подключили, и все пропало. Он говорит, ну, и в чем, зачем же, говорит, если ты так себя замечательно чувствовал, зачем же было есть? Я говорю, не знаю, не могу себе ответить на этот вопрос. Поэтому я подумал, это уже делали, уже проверяли, чувствую себя просто замечательно. Потом, зачем? Зачем играть судьбой? Правильно? Правильно. Это. В общем, ладно. Я желаю тебе удачи, счастливой, долгой, продуктивной, интересной, насыщенной, творческой, разнообразной, радостной жизни, мой дорогой друг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!